всем привет из убуда вы на канале crypto commons и сегодня мы посмотрим как всегда что происходит с биткоином с альткоинами рассмотрим бычий сценарий медвежий сценарий поэтому если вам нравится крипто контент не забудьте поставить лайк сразу же подписаться на канал и нажать на колокольчик чтобы не пропускать следующие видео поехали итак друзья мои предлагаю рассматривать сегодня старшие таймфреймы поскольку старшие таймфреймы нужно уважать на недельном таймфрейме у нас с вами очевидно bitcoin валится пробивает вот этот вот лоу кстати говоря не пробивает пока телом свечи удерживает bitcoin у нас показывает глобально расширяющийся боковик да это пока еще ребята до конца не медвежий и не бычий рынок понимаете что потому что смотрите если рассмотреть более локально то он уже медвежий да у нас тут есть понижающийся пик и понижающийся low а если посмотреть чуть более глобально то он пока еще бычий потому что у нас вот был low high low и вот у нас сейчас был как бы перехай и типа перилов в теории да мы можем пойти отсюда еще выше то есть на самом деле картина смешанная и что интересно друзья то что вот этот паттерн расширяющийся боковик он на самом деле характерный для разных рынков не только для крипто рынка этот паттерн называется расширенная флэт коррекция посмотрите как он обычно выглядит это три большие волны abc с перехаем вот у нас были с вами 64000 да вот 29 вот 69 и сейчас вот 25 наложение на биткоин этот паттерн выглядит очень похожим как расширяющаяся флэт коррекция и то что мы в волне c сейчас это очевидно вопрос нащупали ли мы дно волны c или она где-то рядом напишите свое мнение в комментариях и мы это обсудим что медведи вам скажут что мы упадем еще ниже или что это вообще никакой не расширяющийся abc что сейчас вообще кризис все упадет быки вам скажут наоборот сейчас кризис повлияет так что биткоин за ту за монет на 200 тысяч долларов и тогда да это будет волна c на мой взгляд мы уже где-то близко к этой точке возможен еще один финальный сквиз чтобы собрать ликвидность лонгистов и потом развернуться и полететь опять же вопрос куда полететь этот паттерн не говорит нам что мы полетим на перехай он просто говорит что как минимум сильный отскок здесь будет дальше смотрите какой расклад если мы возьмем сетку фибоначчи и накинем ее вот самого low корона дампа до самого хая 69 тысяч долларов то мы видим примечательную вещь что прямо сейчас биткоин уперся в 61 уровень 0.618 по фибоначчи если вы знакомы с числами фибоначчи это уровень золотого кармана статистически как правило это очень сильный уровень от которого цена отскакивает но вот видите здесь она отскакивала правда здесь это мы задним числом смотрим потому что мы меряем от хая который был после потому что да вот если мы натянем сетку до этого хая то здесь мы чуть чуть раньше отскочили но тем не менее обратите свое внимание на то что мы сейчас находимся на очень серьезном уровне от которого статистически мы можем отскочить и именно в этот момент смотрите у нас бегай засигналил очень сильные покупки китов такие же даже больше чем были на корона дампе обратите внимание на абсолютном дне прошлого цикла и на предыдущем абсолютном дне которое было чуть ниже тоже предыдущего цикла то есть у нас в предыдущем цикле было двойное дно как бы вот оно да раз и два посмотрите эти аномальные покупки были только там там и вот они здесь сейчас как вел себя cypher в этот момент и rsi давайте посмотрим на вот этому дне на cypher был горбик образовалась зеленая точка на корона дампе тоже был горбик образовалась зеленая . что мы видим сейчас образовался горбик посмотрите белая волна сходит на нет то есть по идее если сейчас все начнет отскакивать образуется зеленая . или может быть даже желтая и мы пойдем наверх но это пока еще не подтверждено на недельном таймфрейме но это уже подтверждено на трехдневном таймфрейме если вы посмотрите вот у нас здесь вами зеленая . образовалась это же кстати сильный сигнал ары сай опять же на трехдневном таймфрейме RSI уже в полу и готов разворачиваться, как он был, собственно говоря, и на коронодампе, но не так, как он был на абсолютном дне, когда мы были на 3300, там было конкретное W с перепроданностью, но это было дно медвежьего рынка, понимаете? Сейчас все-таки рынок, скажем, такой смешанный. Никто вам однозначно сейчас не скажет, бычий он или медвежий, потому что, еще раз повторяю, для тех, кто входил по 10 тысяч или дешевле, он бычий, для тех, кто входил по 69, он медвежий, да? Смотрите еще какой расклад. Этот весь бычий рынок, да, если считать его бычим, ну, я думаю, очевидно считать его бычим с 3000 долларов, это, ну, как бы, определенно он бычий, просто вопрос в том, кончился он или нет. Этот бычий рынок очень сильно отличается от предыдущего. Предыдущий бычий рынок был очень простой. Ну, как простой? Простой для тех, кто стоял в лонгах, для тех, кто пытался его шортить, он был очень непростой, потому что он был супер ровный, посмотрите. Все коррекции были тупо до сетки EMA Ribbon, до средних скользящих, и мы все время от них отскакивали, да? «Покупай не хочу» называется. То есть, в принципе, никаких тут особых медвежьих ловушек не было, хотя вот эти вот коррекции, которые здесь кажутся прямой линией, это были коррекции на 40% и по альтам больше, там, по 70% альты падали, как сейчас. Но здесь мы имеем дело с более хитровыебанным бычим рынком, назовем его так, потому что, смотрите, вот у нас, если считать это начало бычего, вот у нас был псевдомедвежий, да, с очень сильной коррекцией, там, в 70-80% почти, потом снова такими горбиками мы идем, снова типа бычий, потом опять, смотрите, какие большие коррекции, А, Б, С, да? Поэтому, что я хочу сказать, что есть некая схожесть между вот этим вот, давайте лучше в логарифме, между вот этим вот паттерном, да, тоже своего рода расширяющийся боковик, и вот этим вот паттерном. То есть, такой мини-пузырь, слив, мини-пузырь, слив. Давайте посмотрим по Фибоначчи, что происходило вот здесь. Здесь мы видим следующую картину, что мы удержали 61-й уровень, отпрыгнули от него до 38-го, но потом мы его пробили и улетели сплошняком до 78-го уровня по Фибоначчи, а тенями даже еще ниже закрылись. После чего сетка EMA Ribbon ложно развернулась в медвежью сторону, видите, и снова развернулась в бычью. И уже после этого начался тузумун. Да, но давайте не забывать, что это все было внутри все-таки большего медвежьего рынка, даже если считать, что вот здесь начался бычий, с такой сильной коррекцией, все равно это был как бы отголосок медвежьего, скажем так, да, то есть, ну, дилей, все равно, посмотрите, вот это все больше похоже на больше медвежьей с отскоком дохлой кошки вот сюда. Я так принял считать, что вот здесь у нас начало бычьего рынка на коронодампе. Поэтому эти паттерны сравнивать нужно постольку-поскольку. Но, тем не менее, это нам говорит о том, что 61-й уровень как минимум дает нам сильный отскок, а 78-й уровень отдает нам ультимативный отскок. Поэтому, если мы еще раз сравним ситуацию с нынешней, что у нас здесь отличает? Да, то, что изначально рынок у нас очень бычий, вот отсюда, да, от всех. При этом у нас очень затяжная коррекция. Сетка M&R показывает, что мы уже в медвежий рынок заходим, но она может сделать ложный разворот, как я вам показывал, в том случае, если мы отскочим. Дальше, 61-й уровень статистически дает сильный отскок, куда-нибудь к 38-му, там на 45 тысяч долларов может дать. Спокойно. Или хотя бы до сетки M&R в 41-42 тысяч долларов. Но, если мы не удержим этот разворот, то мы можем упасть до 78-го уровня, а это, друзья мои, 18-17 тысяч долларов. Это вам не шутки шутить. Это будет очень серьезная коррекция с перелоем предыдущего хая, который у нас был в 20 тысяч долларов почти. Такого на истории битка вообще еще никогда не было, чтобы он опускался ниже, чем предыдущий максимум прошлого цикла. Но это не значит, что такого не будет. Поэтому к этому тоже нужно быть готовым. И я думаю, что это будет худший сценарий для биткоина, для лонгистов. И лучший сценарий для тех, кто хочет купить подешевле. Но его может и не быть. Понимаете, в чем дело? Когда вы пытаетесь обыграть рынок, ждете более выгодных цен, их просто может не наступить. Что, если мы сейчас удержим 61-й уровень, отскочим и пойдем дальше в To The Moon? Вы просто останетесь без биткоинов, если вы сидите в кэше. Это тоже надо понимать. Держите в уме вот эти покупки на BigGuy, все вот эти сигналы, которые я вам показываю. RSI. Да, он еще не гиперперепродан, но мы не в супермедвежьем рынке. Возможно. Поэтому на RSI просто у нас с вами нисходящее сопротивление, падающий клин как бы. Посматривайте за этим. Если вы хотите подтверждения, посматривайте, когда RSI пробьет вот это сопротивление. Да, он может все еще сходить ниже и оттуда развернуться. В таком случае мы дампанем еще ниже. Будьте к этому готовыми. Тоже на всю котлету не надо залетать сейчас. Но статистически RSI из таких вот штук всегда у нас пробивается наверх. RSI это не график биткоина. Он не может идти только вниз или только наверх. Он уйдет все время вбок. И то, что он идет вбок, это вам показывает, где мы сейчас в перепроданности или в перекупленности. Сейчас мы ближе к перепроданности, ребята. Мы еще не суперперепроданы, но мы уже далеко не суперперекуплены. То есть статистически в какой-то момент он должен подняться вот к этим значениям, как и цена, соответственно, где вам нужно будет продавать. Вот еще прикольная картинка. В телегу запостил к нам тоже. Обязательно подпишитесь, кстати, на нашу телегу, чтобы не пропускать такие штуки. Типичный паттерн на биткоине. Красное сопротивление становится зеленой поддержкой, и мы улетаем в космос. Да, это по сути медвежий рынок таким образом отображен. Но также мини-медвежий рынок тоже вот здесь у нас был. Да, вот здесь тоже можно было нарисовать такую штуку. Это тоже был мини-медвежий рынок. Вполне возможно, ребят, что мы сейчас имеем дело с мини-медвежьим рынком перед последующим полетом на Луну. По модели Stock to Flow. Смотрите, план B показывает, что мы сейчас на дне медвежьего рынка. Ну, где-то в тех значениях. То есть уже скоро будет разворот и рост. Потому что, смотрите, вот средняя цена 12-месячная и мувинг, черная линия. Цена всегда ее обгоняет, потом за ней опаздывает. Выше, ниже опускается. Вот она была выше, сейчас она ниже. То есть тут по среднестатистическим значениям мы должны подняться выше, и это будет уже стоить больше тысяч долларов за биткоин. Традиционные рынки закрыты. Сегодня воскресенье. Ну, и им бы пора уже тоже по-серьезному отскакивать. Вон, посмотрите на Netflix. Посмотрите на NASDAQ, на SMP. Технический отскок абсолютно напрашивается. По золоту я уж вообще молчу. Там Tuzumun конкретный должен быть. Ну, и давайте рубрика альткоины наших подписчиков. АВАКС, ребята. Я вам говорил про все эти альткоины вот здесь вот, что это перекупленное дерьмо. Не надо их лонговать. Вы меня, наверное, не слушали, но кто слушал, молодец. Я видел в чате, кто-то писал, что шортил там Solano, NIR и так далее. И да, ребят, не надо сравнивать их с биткоином. Биткоин все еще не докуплен. Он не перекуплен. Он не сделал сотни иксов в этом году. Иначе бы он стоил 300 тысяч долларов. А вот это все шлак весь этот, он перекупленный. АВАКС, да, смотрите, он похоже, что лежит сейчас на хорошей трендовой линии поддержки. Но мы эту трендовую с вами провели всего лишь по двум значениям. Поэтому она может и вот так вот быть. И мы до нее еще не дошли. Короче говоря, спекулятивно, на отскок, наверное, можно поиграть. Но в целом я бы не стал. Все эти недофорки эфира, это вообще ерунда какая-то. АТОМ. АТОМ тоже, кстати, выглядит как АВАКС. Посмотрите. Но по АТОМу есть сильные покупки. По АТОМу есть сильные покупки. И тоже разворачивается здесь, похоже, волна на Сайфере. АТОМ интересный проект на самом деле. И он практически вот подошел к своему вот этому дну. Тоже может развернуться. Но может быть так же расширяющийся боковик, как на биткоине. И чуть ниже мы можем кольнуть. Поэтому я бы сейчас вообще не лез в ланги по таким монетам. Просили меня посмотреть Рэйвен Коин в комментариях. Рэйвен Коин. Рэйвен Коин. Другая картина, обратите внимание. Но тут есть явное нисходящее сопротивление, друзья. И вообще рисуется бычий клин на Рэйвен Коине. И мы практически уже спустились к вот этим вот лоям, которые у нас были довольно-таки долго поддержкой. Если вы посмотрите вообще с самого начала. То есть мы на ультимативной поддержке практически снова и лежим по этой монете. Монета интересная, она майнится. У нее был халвинг не так давно. Я думаю, что в долгу она может и вырасти. Точки для покупки, на мой взгляд, уже пригодные на споте. Для марджин трейда, не знаю, наверное, стоит ждать какого-то более серьезного подтверждения. Но вот тут, в принципе, хороший сигнал на покупку. Посмотрите, как был вот здесь на самом дне. Ну и вот здесь он был около дна. Рэйвен Коин. К Биткоину пока еще есть куда опускаться. Ультимативное дно было вот это. Но по-хорошему, конечно, он не должен до него достать. Показать более высокое дно. И потом более высокий максимум. Рэйвен Коин, короче, в долгосрок интересно смотрится. Опять же, здесь есть такое подобие падающего клина. В общем, будем присматривать за Рэйвеном. Я думаю, что вот в этой зоне можно его добирать спокойно на спекулятивную часть портфеля. Сэндбокс. Блин, посмотрите. Те, кто меня давно смотрит, знают, что Гринни не только To The Mooner. Вот здесь вот я вам кричал, не надо покупать Сэндбокс. Вы что, посмотрите. Он выдал сотни иксов. Смотрите, что он делает. Просто рушится. Безоткатно. Возможно, будут отскоки дохлых кошек. Возможно, будет даже псевдоблран. Но я думаю, что Сэндбокс, как и все игровые токены, как и BNB и прочие перекупленные монеты вот здесь достигли своего пика цикла. Я думаю, что это был пик их цикла, ребята. И нас ждет долгая затяжная медвежка перед возможным продолжением To The Mooner. По Рэйвену, кстати, тоже может быть и так. То есть, опять же, если вы хотите накапливать это в долгу и держать эти монеты 2 года как инвестиции, окей, Сэндбокс, возможно, уже по приемлемым ценам. Хотя я думаю, что ниже доллара мы его увидим сильно. Кардана. Писали много еще, да? Кардана. Ну, та же самая история. Посмотрите. По всем альтам та же самая история. По Кардану, кстати, сигналят сильные покупки. Биггай. Но посмотрите, как он ошибается. То есть, он не ошибается. Здесь реально тоже покупали, видимо, сильно. Но это не помешало цене упасть еще дальше. Поэтому тоже, как бы, не надо только одному индикатору доверять. Ну, кстати, Кардана на недельке RSI входит в глубокую перепроданность. Я думаю, что капитуляция еще будет по нему. И тоже, если вы хотите... Понимаете, сейчас в любой альткоин можно сыграть спекулятивный отскок вот такой и забрать на нем профит. Но главное забрать здесь профит. Если мы отскочим сильно, не забудьте забрать вот тут профит лесенкой. Потому что потом, возможно, мы уйдем еще ниже. И вы останетесь в убыточной позиции. Сейчас практически любой щиткоин можно брать. Ехать на отскок, там, на 2, на 3 икса многие могут показать. Там, с плечом, если там можно точно несколько иксов забрать. Без плеча, там, на 50, на 60 процентов. Я думаю, точно все это улетит. Ну, сейчас, плюс-минус сейчас. Может, еще чуть ниже свозят. Поэтому время-то хорошее, ребята. Есть возможности. Главное, не пересиживать по щиткоинам. А по биткоинам, я думаю, что надо просто его донакапливать. Вы понимаете, что? Щиткоины все стремятся к нулю. А биткоин стремится в бесконечность. Поэтому на щиткоинах, если вы делаете деньги на трейдах, складывайте их в биток. Складывайте в биток. И в долгую, конечно, наверное, более прибыльная стратегия – это шортить перекупленные щиткоины к биткоину. Вон, вернемся опять к BNB. Посмотрите, он, конечно, сейчас растет. Он, может быть, даже и перехай сделает к битку. Но в долгую BNB нужно будет шортить к биткоину. Потому что это BNFB. Это никакой не новый биткоин. Это гребаный токен биржи Binance, у которой тоже кучу проблем, на самом деле. И любая биржа, она тоже имеет обыкновение взлетать и закатываться потом. Посмотрите, раньше были крупнейшие биржи – Poloniex, где она сейчас? Bitfinex по объемам, Bitstamp. В жопе они все. И Binance тоже ждет такая участь. Поэтому в долгую, на самом деле, очень прибыльный трейд, вот я сейчас инсайт себе и вам даю, это шортить BNB к битку. Не прямо сейчас, но потихоньку, лесенкой, плавно, если дадут перехай, все равно будет, понимаете, вот по синусоиде возможности, будет вот такая волна у него долгая. И вы будете делать на этом просто больше битка. Если вы в него верите, то вы понимаете, что сейчас биток находится на очень пригодных значениях для аккумуляции. Да, он может проваляться здесь еще годы, может. Но в долгую он все равно, скорее всего, вырастет, просто с учетом инфляции, гиперинфляции, всего пиздеца, который происходит в мире, он обязательно вырастет. И если вы спекулируете насчет коинах, накапливайте биткоин, ребята. Мой вам такой дисклеймер, не финансовый совет. С вами был Гринни, это канал CryptoCommons. Спасибо, что смотрите. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы у нас новенький. Всем вам большущих вкусных профитролей и скоро увидимся. Пока-пока.